всем добрый вечер мои хорошие сегодня опять с телефона мне кажется когда вечером приходишь и удобно какой-то вот разговорный вид или вернее разговорные жанр с телефона снимать так мне написали что зеркалит почему смотрите вот здесь на самом деле холодильник и вот здесь я вижу как отражение то есть не наоборот что здесь холодильник то есть мне кажется он правильно показывает я уже хотела залезть на стройке и что-то настроить посмотрю вроде правильно сегодня приняла подарок от брата моего вот такой пакетик они с татьяны зашли а неожиданно не звонил не предупредил там работаю я не работаю ключи пришли говорят о подарили мне как раз тут тоже народ был вот это уже где-то к вечеру так как у нас правильно поставить так наверное или лучше на стол чтобы посветлее было я вручу куда пропали тогда мы мотаемся то туда то сюда блин вот они же и частенько то к дочери ездят в Иркутске где она живет с внучкой водится вот короче делов хватает вот такой пакетик с драконом с веселым шампанское шампанское подарил и нам с Анюткой вот такие вот конфетки марципановые прикольные я таки не пробовала марципан они вообще должны вкусным быть вот даже некогда пообщаться я говорю ты не теряйся блин давай позвонимся то то одно заняты то другое заняты так хочу чай с лимоном и с имбирем есть вот лимон так чего мне подложить все по моему хорошо я вас установила непривычно с телефона если с камеры тут ренога а тут вот как-то так надо приспособиться сегодня на вечер у меня только чай с лимоном и с имбирем вчера у меня также было только с лимоном и все и спать завалюсь даже ничего не ела что хотела поговорить мне сегодня написали кто на что учился вот типа ну как сказать я жалуюсь что тяжело там кассиром все такое кто начал учиться ну девчонки у меня как бы диплом был закончен в девяносто пятом году на тот момент как бы продавцом кассиром это было престижно вот как бы торгаши рулили это сейчас их никто не ценит торговлю то есть любой человек может оскорбить другого не посчитай нужно извиниться вот но у нас в семье допустим кто бы мне что подсказал да мама по маминой стороне мама и ее мама они были швеей то есть а бабушка работала по-моему ткань тканевая фабрика значит такой ли склад у нее фабрики же у нас нету короче она как бы с Иванова сама бабушка может быть там она работала там на Ткацкой а здесь когда в Новокузнецк они приехали она короче складом вот где ткани короче так было мама тоже у меня швея там со стажем таким огромным но они это профессиональные как эти шинели все такое военное вот с отцовской стороны либо торгаши и менты все вот я помню баб Маша это мамина папа ой мама папы она у нее вечно все было у нее везде блат она короче была ой вот не припомню либо директором магазин ландыш была она еще к тому же по ценальности цыганка у нее все было к ней обращались многие там все короче все по блату там у нее все все в закромах есть от конфет там дорогих ну вернее хороших да там ну поняли да там все все есть у нее еще к тому же она очень хорошо готовила из говна конфетку вот есть такой из говна конфетку это вот про нее все торты она обалденно вообще стряпала то есть не было никогда покупных тортов 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 вот она все стряпала сама салатики какие-то замудрить там то все вот так вот и кто бы че подсказал куда че идти учиться но на че выучились на че выучились просто я имею ввиду что сейчас сложнее если наши раньше были государственные магазины да у нас был срога график 2.2 вот я помню когда закончила торговое училище и государственный магазин был вот в восходе у меня как бы опыт был магазин восход восход это рядом с бульвар героем вот там я год проработала меня поставили еще на такую работу по идее я ее тогда не оценила у меня на разлив да на разлив соков было еще тогда ирбис появились и люди покупали стаканами соки там алкаши запивать то есть рядом был отдел где алкогольно продавали то есть стопочками и тут же они мне подходили то есть у меня было мороженое и соками на разлив не бережа не бережа честно вот вообще такая как сказать у меня ну как не должность была там и строго на строго с часу до двух был обед выгоняли всех с магазина закрывали на обед магазин работал до восьми то есть с восьми до восьми это сейчас частники ну то есть частники а крупные предприятия ну вот как магнит лента такие вот да там пятерочка они уже сейчас сейчас диктуют свои правила и как можно чтобы дольше человек работал оплатили меньше ну то есть рабочую силу по максимуму использует вот так вот конечно я своей дочери такого не желаю я не хочу чтобы она вообще в магазин ходила работать даже не важно директор ты администратор там такой геморрой вот честно почему меня тоже звали на повышение я не хочу это правда очень геморройно реально даже пусть у тебя там администратора или даже директора больше как зарплата но с тебя так мозги будут вот рисовать эти бесконечные комиссии проверки на качество вы даже вспомните раньше советское время да такого не было вот ну и ассортимента было меньше но зато все натурально было если колбаса то натурально ну а сейчас вот черти что творится то есть что ну что мне объяснять вот ну просто писать кто на что научился ну вот я объясняю вот либо у нас менты либо торгаши были конечно там швеё это это тоже не моё у меня это надолго не хватит а потом накрасилась криво сегодня сегодня утро мне вообще было не до этого криво не криво короче если человек болеет так знаете кто там что будет приглядываться как как углядели на видео блин криво не криво накрасилась с вами тоже угар что-то говорят после 6 числа будет похолодание морозы и вот такая колебается погода вообще я говорю морозы все попростыли и вот это вот остаточное все заражают друг друга на маске сидеть блин у меня и так нос ничем не дышит блин я там вообще вздохнусь понятно чтоб там никого не заражать и даже если я не болею маску одевать как вспомню ковид сидели с этими масками нет ушки чуть не охота если вот так я буду просто в таком состоянии и но ну новый год а сегодня значит мы офигели график наш Маша скажи как это мы работаем короче у нас сегодня перепалка была полдня у меня только сдвоенный будет седьмого восьмого числа замечательно блин мне не надо праздники отмечать да значит ну вот сейчас я даст его завтра третий день отработаю день отдохну потом 2-1 2-1 2-1 будет по седьмое число зашибись ну типа а кого ставить я говорю ну мы тоже хотим отдыхать хотя бы по два дня я говорю ты видишь вообще я болею когда я вылечусь дома отлежусь короче у меня все это надоедает надо после ну когда выздоровлю после всего надо что-то присматривать какую-то спокойную работу ну вот у вас будет потом 2-2 типа нормально ну я что-то сомневаюсь что у нас будет потом 2-2 короче жалуюсь девчонки вам жалуюсь я сегодня весь день и так ебу-бу-бу-бу по телефону ни в какую никак график не меняет и у 31-й будет 4 дня потом один выходной потом вроде опять у нее 4 дня а она думала у нее будет 1-2 выходной нифига ой короче девчонки вот тоже кто пишет мне с торговли это вообще в мосмарте работа у нас строго было 2-2 редко когда вызывали на помощь то есть ну какой-то праздник вот а так строго 2-2 и никто не хочет идти работать понимаете вот есть работает молодежь но она не официальна ее не заставишь официально ну правильно кто-то учится кто-то вообще на другие планы как подзаработать только ну потому что такие условия дурацкие тоже создают а кто не официально так им вообще зарплату не подняли представляете то есть стоит час или 110 или 120 рублей кто не официально представляете 110 или 120 я вообще офигеваю офигеваю вот такие вот дела не знаю что еще вам рассказать ничего такого без настроения я просто представила что новый год и я буду блин соплями с гором зашибись вот вот ладно девчонки хватит жаловаться сейчас короче допью выпью табли а нет еще мыться хотела блин волос надо мочить мыть его уже и все и все и пойду потом баньки чтоб раньше лечь кстати у меня зато раздевите по моему смена все все мое хорошее целую вас вот так пожалуй вот все братику тоже спасибо за подарок неожиданно конечно я бы тоже им что-то передала блин даже не предупредили что заедут вот все мое хорошее пока 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 все